Белая лебедь славянской орфографии представляет собой крест над Ерем, над буквой Ерь. И называется она Я-ТЕ. Я – это так, как она должна произноситься и как она произносилась в родном говоре святых братьев Кирилла и Мефодия. А ТЕ – это вторая часть в букве. Она говорит о том, что вот такое Я. ТЕ – это тот, те, та. Мы уже говорили о том, что указательные местами они иногда вот вставляются. ФЕРТ – тот самый ФЕ – ЯТЬ. Такое вот Я. Так надо здесь у нас видеть. Буква ЯТЬ произносилась как Я в родном говоре Кирилла и Мефодия. Она и сохранилась в нескольких словах церковного письма. Я-СТВА – Я-СТВА, Я-ДИ – то, что мы едим. Я-ДИ – это вот церковно-славянизмы в наших текстах. А в русском языке ЯТЬ произносится как Е. И писалось до 1918 года ЕДА. Вот таким образом у нас, у русских, ЯТЬ – это ЕТЬ. Обратимся к тому, как произносится ЯТЬ у нас, у восточных славян. Значит, мы уже сказали с вами, что ЯТЬ в родном говоре Кирилла и Мефодия – это Я. У нас обычное его произношение – это Е. Например, в слове ВЕРА, ГРЕХ мы произносим обычное Е. Это и норма нашего литературного произношения. В украинском языке ЯТЬ произносится как И. ВИРА, МИСЯЦ. В русских говорах ЯТЬ тоже может произноситься как Э-закрытое, как дифтонг И-э, или как И. То есть так же, как в украинском языке. В русских, в великорусских народных говорах. Итак, нормой современного русского литературного произношения является чтение ЯТЯ как Е. Так мы читаем и в священных книгах. В 1918 году убрали ЯТЬ из нашей гражданской орфографии. Зашатались кресты на церквах, зашаталась и славянская орфография. Мы убили живую букву. Хотя ЯТЬ, казалось бы, и совпал с Е, но почему надо было оставить букву Е в языке? Вот так, очень смело поставил вопрос Игорь Георгиевич Добродомов, наш ученый, и в 2002 году в вопросах языкознания напечатал статью о том, что не стало-то как раз фонемы или звука типа Е при совпадении ЯТЯ с Е, что ЯТЬ-то как раз и остался. И он провел скрупулезнейшее исследование и доказал, что именно ЯТЬ надо было оставлять в нашей орфографии. А пока учителя не могут разгрести кучу малой из букв Е, которые смешиваются с И, потому что Е еще в безударном положении у нас произносится как И. РЕКА, например, СИСТРА, и вот все тут ученики путают. И три разных буквы, три разных фонемы смешаны, и грамотность наша тоже падает. А еще Михаил Васильевич Ломоносов предупреждал в российской грамматике, потому что и в его время нападки на ЯТЬ уже начались. Параграф 114. Некоторые покушались истребить букву ЯТЬ из азбуки российской. Но СИЕ как невозможно, так и свойством русского, так и свойством российского языка противно. Вот что и показал Игорь Георгиевич Добродомов, показал, что свойством языка противно. То, что убрали букву ЯТЬ. Ховорает наша орфография, болеет она. Заболела она, но еще в достаточно легкой форме, с 18 века, когда возникло гражданское письмо при Петре I. Но разболелась она очень серьезно уже после реформы 1918 года, отсекшись от животворного церковного священного письма. Псалмопевец Давид в Псалме 126 сказал про наше земное делание. Вот Псалм 126. Между прочим, титул в многозначном числе ставится над вторым знаком от конца. Аще не Господь созиждет дом, если не Господь построит дом. В суе трудишася, трудились зиждущие, те, кто его создавал. Слово в суе, мы должны знать его этимологию. Суй – это индоевропейское слово, первое его значение, корня – пустота. В суе напрасно, впустую трудились творящие какое-то земное дело. Аще не Господь сохранит град. Если не Господь будет хранить город, ли государство, ли отечество. В суе, бде, стригий, стригий, вставляем полный суффикс причастия, стерегущий. В суе напрасно, бдел, добавляем л, напрасно не спал, стерегущий, сторожащий, сторож этого града. В суе вам есть утреневати. Мы с утра начинаем суетиться. С утра утреневати. Но все это напрасно, потому что, как дальше в Псалме говорится о том, что это будет хлеб болезни. Незыблема славянская церковная орфография, потому что она создавалась при помощи Божией, при содействии Святаго Духа, через свои избранные сосуды святых братьев Кирилла и Мефодия. Буква Ю. Ну, движемся мы с вами к завершению нашего урока. Берем следующую букву, Ю. Мы ее узнаем. Это буква, которая имеется в нашем алфавите. Никакого она, конечно, именования или пояснения не требует. Мы только вспомним, как она возникла. Она составилась из и десятиричного, которому прибавился УК. Посмотрите. Но вторая часть УКа в созидании буквы не стала участвовать. Она отпала. И осталась только и десятиричная, сложенная с первой частью УКа. А первую часть УКа составляет Он. Вот так возникла буква Ю. Она не имеет имени, но совпадает с местоимением винительного падежа ЕЁ. Ю – это по-русски ЕЁ. Господь учит нас. Открываем Новый Завет. Евангелие от Матфея. Глава пятая, стих тридцатый. Читаем внимательно и находим это Ю – ЕЁ в тексте. И аще десная твоя рука соблажняет тебя, если твоя правая рука тебя соблазняет. Усецы Ю – усеки ЕЁ. Усецы Ю – и верьзи от себе, и выбрось. У небо ти есть. Лучше тебе, чтобы погиб один из твоих членов, нежели быть вверженным в гиену огненную. Буквы Я и Юсмау. Ну и наконец-то.